Давайте напишем декоратор мема, которая делает ровно то, что мы хотим. Создает локальную переменную cache, но затем запоминает результаты вызова декорируемой функции в cache. Так, декоратор мема принимает функцию f. Для простоты будем считать, что f это функция от одного целочисленного аргумента. Заведем локальную переменную cache. Это все еще словарь. Упс. Так, мема, cache. Ну, а теперь объявим функцию обертку, которая принимает один аргумент n. Работать функция обертка будет точно так же, как функция fib2. Если для n у нас в cache еще ничего нет, то вычисляем f от n, ну и записываем результат в cache. В качестве результата функции обертки используем то, что в cache у нас по ключу n есть. Плюсом подхода с декоратором является то, что мы можем использовать его с функцией, которая, в общем-то, ничего про кэширование не знает. Ну, например, с помощью декоратора мема можно превратить fib1 в fib2. Давайте мы это и сделаем. Итак, декорируем fib1 с помощью мема. Для этого нам потребуется старая версия fib1, не декорированная с помощью виз. Попробуем вычислить fib1 от 80. Напомню, что раньше это занимало значительное время, мы даже не стали ждать. Ну, а теперь это работает мгновенно. На практике декоратор мема можно не реализовывать самостоятельно, а воспользоваться его аналогом из стандартной библиотеки языка Python. Называется аналог lru-cache, и от нашего декоратора мема он отличается тем, что он может хранить не только все значения, которые мы вычислили, а и фиксированное число последних вычисленных значений. Просто для полноты давайте посмотрим, как можно воспользоваться декоратором lru-cache для ускорения функции fib1. Импортируем lru-cache, лежит он в модуле func-tools. И декорируем функцию fib1. Декоратор принимает аргумент max-size, который указывает, сколько последних значений нужно сохранить. Мы указываем max-size равный none, это означает, что нужно сохранить все вычисленные значения. И декорируем мы все еще функцию old fib1. Проверим, что fib1 от 80 все еще считается быстро. Ну и действительно все хорошо.